МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Беларусь-2. Распочинная программа Репортер телерадио компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Доброй ранецы. У Беларуси протягивается дотерминовое голосование по выборах президента краины. На Гомельщине оно проводится на 1027 участках. Контролюет ход выборов у регионе амаль 5 тысяч назиральников. На одном из участков побывал Олег Синтероу. 56-й выборчий участок находится у фойе клуба акционерного товариства Гомельбуд Матреялы. Члены выборчей комиссии и назиральники начали приходить неделю за полгодины до начала дотерминового голосования. Еще раз в 15 минут старшиня комиссии Виктор Лагун проводит опошенный инструктаж. В уголе свои обовязки, докладные веды окожные. До проведения выборов тут рыхтовались и навык приняли удел у деловых гульнях с моделированием усих махчимых ситуаций. У нас участковая комиссия и члены комиссии отдельные товарищи уже избираются не один раз. Поэтому в футболе они уже участвовали и в выборах и президента Республики Беларусь, участвовали в парламентских выборах и депутатами местной советы. Но часть, конечно, есть, которые впервые принимают участие. И поэтому, когда проходил тренинг у нас в районе, они тоже принимали участие в этом тренинге. Обовязковая процедура, якая проводится у присутности назиральников. Опечатывание урны для голосования – демонстрация скрыть не у всем присутным, и она абсолютно пустая. И далее непосредственно сам процесс пломбирования. Теперь я ее ускрыюсь только после завершения выборов 11-го кастричника. До речи, все ли это на Огомщине, у першинёв выкарствует больше 600 прозристых урнов. Их опечатывание отбудется у день основного голосования. Опокуль самым першим выборщиком, який пришёл на 56-й участок, стала Инна Абектикова. У неё деле укажет, прийти на участок не сможет, а принять удел о выборах необходно обовязково. Пришла досрочно проголосовать, потому что надо было исполнить свой гражданский долг, во-первых. А во-вторых, потому что я в воскресенье работаю, я не смогу попасть на участок для голосования. Я решила сегодня более свободно прийти проголосовать. Я планирую пойти поступать на психолога в Гомельский университет имени Скорыны. В дальнейшем планирую открыть своё частное дело. Головная задача для членов комиссии – провести выборы у строгой ответственности за деючим национальным законодавством, что-то, мне меньше, не выключает творчика по доходу до справы. У речи, когда на участку можно не только проголосовать, а ли еще и убачить нечто интересное, это только на корысть. До выборчика процессу на шматых участках подошли не только за всю отказанность, а ли и творчая. На 56-м, например, организовали выставу работ специалистов акционерного товариства «Гомельбутматериалы» и пригожа, и одразу некий святочный настрой створаю. Ся рот селетних новоувядений в выкрыстане специальных книг со шрихтом Брайля, с необходной информацией, и специальных трафаретов – это для людей с вельми слабым зроком, для всех остальных – кутки выборщика. Правда, большинство из гомельчан ознайомилось с программами кандидатов, ясно-передодни. Максимум, для этого было шмат, а тому выбрать своего претендента проблемы нема. Телевидение, газеты, и была полностью у нас, у меня частный дом, листовочки бросали, мы читали, и полностью где-то на остановочках у нас, везде все было, как положено, мы читали. На всех ознакомливалось и выбирали достойных. И я надеюсь, что мой голос выберет достойного. Олег Сентяров, Валерия Гопанькова, Телер, рада, компания «Гомель». Республиканская нарада по питаниях развития субъектов инновационной инфраструктуры Беларуси пройдет сегодня в Гомельском нововуково-технологичном парке. Удельники обмеркуют питание формирования и реализации державной политики в этой сфере. Так само планируется вызначить перспективные накерунки в галине стимулирования инновационной деятельности в Беларуси. Так само на сегодня заплановано урочистое открытие другого пускового комплексу Гомельского технопарка. Сегодня его резидентами изъявляются 25 организаций и индивидуальных предпринимательников. Каля половы из них працуют у сферы информационно-коммуникационных технологий. У военкоматах Гомельской области протягиваются мероприемства по призыву на службу во Узброенные силы Республики Беларусь. Сегодня головная увага проведению медицинских комиссий и отбору призывников у конкретной войсковой части. Как доведались наши корреспонденты, первая отправка у армию запланована на середину наступного месяца. С початку сбора документов на кшталт доведок об составе семьи и характеристик из места працы потом непосредна медицинская комиссия. У Раши кажут, что подмануть их немогчимо. Усе с великим опытом практичной работы. Иншая справа, что значная колькость призывников по стане здоровья у мирный час для войсковой службы не подыходит. Сдевляться тут немашему. Со спортом севровать стали меньше, зато и перед компьютером знаходятся годинами. Где-то около 30% призывников на сегодняшний день являются негодны к службе в армии в мирное время. И заболевания, по которым негодны считаются, это сердечно-сосудистая система, в основном нарушение ритма, опорно-двигательная система, плоскостопие, сколиозы, кифозы. Ясчекали 40% призывников по разных пришинах отрымливаются от терминовки от военной службы. Разом с тем, неких проблем с комплектованием у сброенных сил у военкоматах не бачить. У селяки мрази призывников хапая и у зенитно-ракетные части, и у авиацию. Тем больше, что тых, хто жадая служить. Сирот с ужасной молодзи шмат. Род войску, зенитно-ракетные войска. Это непосредственно охрана государства, то есть боевое дежурство. Хочу в этом поучаствовать. Першая отправка нового пополнения во Узброенные силы из Гомеля запланована на 16-й листопада. Молодые люди погаджаются. Спожатку будет непросто. У армии зусим иншы ладжиться. Але по великим рахунку это часовые тяжкости. При этом, что плюсы от службы так само немалые. Желательно иметь готового специалиста. А вооруженные силы способны подготовить как в военном отношении специалиста, так и в гражданском. Поэтому я думаю, что молодые люди ничего не потеряют, а наоборот только приобретут, когда пройдут службу в вооруженных силах. Олег Ченчуров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель». Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов станет сегодня гостем интерактивной программы «Диалог» телерадиокомпании «Гомель». Передача выйдет эфир на телеканале «Беларусь-2» у 18.01.5 хвилин. Онлайн-трансляция доступна на сайте телерадиокомпании «Гомель» www.tvrgomel.by. Свои питания гостю студии вы можете задать по телефону по номеру промога эфиру у «Гомели» 77 68 45. Супрацовники областной державной инспекции отримали новые сучасные приборы, призначенные для забеспечения безопасности дорожного движения и охоты громадского аппарата. Время инструктации, которое проводится перед тем, как инспекторы должны заступить на службу, им были урочены персональные видеорегистраторы и планшеты. «Дазор-77» обо персональной кишинной видеорегистратор усталевывается на форме супрацовника УДАИ. Ее записывая ГУК и ВИДА, что обовязково допоможе инспекторам в проведении администрационных процессов для выращения спрочных ситуаций и уфиксования правопорушения. Планшеты у свою чергу вмешают великую базу дадиных, что дозволит супрацовникам УДАИ одразу на месте высветлить особу порушальника, вызначить, кому належите автомобиль и оперативно отримать иншую необходную информацию. Подобное инновационное обсталявание на этом тыдне отримают супрацовники Держаутоинспекции усих областей нашей краины. На Гомельщине яго першими выпробуют инспекторы областного центра. Затым, эту систему плануется поступово укоронять и у районах. С учетом усовершенствования работы сотрудников инспекторского состава и более инновационного подхода на вооружение сотрудников были получены вот такого рода устройства. Это планшеты и персональные видеорегистраторы. С использованием данных устройств конечно же улучшится порядок сбора материалов, качество этих материалов, что положительно повлияет в дальнейшем на принятие решения по материалам. И это была пошня информация выпуску. У студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ждаем вам добрых новинов и до новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова